Сегодня ночью в Мурманск прибывает группа беженцев с юго-востока Украины. 59 человек, среди которых 13 мужчин, остальные женщины и дети, на первое время разместят в общежитии Мурманского индустриального колледжа. Денис Прокопенко ознакомился с условиями проживания людей. Свежеотремонтированные жилые комнаты, детские и коридоры. Общежитие на Ушакова 9 ждет гостей и уже готовы их принять. Сюда приедут граждане Украины, которые бегут от бомбежек на юго-востоке своей страны. В основном женщины и дети. Сегодняшние жильцы общежития ждут встречи с будущими соседями. Григорий Асачий – такелажник. Рабочий 35-го судоремонтного завода уже в третьем поколении. В Украине у него есть родственники. Поэтому мужчине вдвойне обидно за соседнюю страну, за то, что там происходит. Помогать беженцам намерен всем, чем может. Вообще, мне жалко людей. Это такая ситуация, надо помогать людям. Я бы с удовольствием помогаю сам, чем могу. Я бы тоже дал, что есть из своих вещей. Естественно, деньгами можно помочь. Я вот сходил на 35-й завод профсоюзный. Начальник профсоюза обещал помочь, дать объявление, чтобы могли люди прийти помочь здесь. Кто чем может. Все-таки обидно и тем более маленькие дети. Это надо им помогать. Размещать приехавших людей будут в двух и трех местных комнатах. Комплектация стандартная. Несколько кроватей с постельным бельем, стулья, тумбочки, платяные шкафы, письменные столы и холодильник. Кухня здесь одна на этаж. Внизу небольшая столовая. Зато душевых и туалетов на этаж по четыре штуки. Плюс два умывальника. В настоящее время уже общежитие готово для приемки беженцев с юго-востока Украины. Планируется заезд. На сегодняшний день данные информация меняется оперативно. 59 человек, из них 25 детей. Руководство общежития совместно с оперативным штабом Мурманской области по приему беженцев из Украины позаботились и о досуге несовершеннолетних граждан Украины. Дети, по предварительной информации, в основном дошколята от полутора до шести лет, смогут проводить время в комнатах отдыха. Там есть и телевизор, и обучающие книги, и игрушки, и настольные игры. Так как прилетающие люди планируют начать новую жизнь в России за полярным кругом, им придется менять документы. Сотрудники УФМС, которые будут работать с беженцами, разместятся на время тут же в общежитии. Серьезное внимание уделят и здоровью будущих мурманчан. В настоящее время в общежитии организована полностью база для медицинского обслуживания. Благодаря Министерству здравоохранения, включая оформленные четыре кабинета медицинских, для того, чтобы обеспечить первоначальное медицинское обследование, прививочную кампанию и определение здоровых и, может, кто-то заболевших, поступающих беженцев. Кормить прибывающих будут три раза в день. Уже сегодня после заселения их ждет ужин. Решена также проблема с горячей водой, которую в Мурманске летом на время отключают. В общежитии появились водонагревательные котлы. Планируется, что жить здесь группа украинских граждан будет в течение полутора месяцев. За это время они смогут освоиться, решить проблемы с документами и подыскать для себя подходящую работу. Объявления о ней уже появились на информационном щите в фойе гостеприимного общежития.